и снова здравствуйте всем привет и так персонаж готов кости вставлены давайте теперь в этом ролике поменяем внешний вид костям первый способ это нам поможет addon rig tool вот этот включаем видимость костей и давайте выберем ту форму кости которую нам надо давайте фиджер так выберем через shift вот эти две косточки и нажмем крит вот у нас поменялся внешний вид кости точно также фиджеры я поставлю на вот эти кости это локоть у нас теперь нам понадобится ключицу изменить давайте посмотрим так нажимаем ну давайте наверное arm крит ну вот хорошая такой вид именно ребру с кругом теперь давайте поменяем позвоночник это нам понадобится уже циркл нажмем крит и вот он маленький допустим мы хотим его увеличить в боковой панели прибавляем его размер или уменьшаем то же самое выбираем все вот эти косточки так ну вот три хватит и опять же циркл ставим и уменьшаем размер здесь поменьше будет ну можно побольше чтобы их удобно было крутить так что еще можно заменить заменить можно на циркл также голову кость головы но она слишком большая также так что мы ее можем уменьшить вот так можем ее поднять вот ротация есть так включаем пробуем так как где тут сайт вот он сайт поднимаем чуть повыше можно еще прям повыше поднять вот тут до этого уровня кость вот до носа нормально так теперь нам понадобится шея лучше это же можно поставить цирку чуть-чуть тоже увеличиваем побольше теперь меняем внешний вид зубов так вот эти косточки это у нас будет опять же фиджер они хорошо смотрятся тем более как двигатель не надо а вот для зубов для зубов поставим наверное так что можно поставить для зубов хардфилд с пробуем ну тоже хорошо это вот для глаз в основном идет вот этот внешний вид так что давайте другое что-нибудь выберем кубы не подходят план тянджел так это треугольники в принципе неплохо стали так их можно тоже приподнять вывести вперед вот так вот плохой вид а ну-ка пробуем если выбираем один треугольник тот же вот мы можем вводить зубами ctrl-z ставим все на место так треугольники конечно хорошо ну давайте что-нибудь этакое другое подберем вот вот эта штука хорошая так и уменьшаем наверное так нет не получается просто размер уменьшим вот так вот у нас получается уже челюсти и все нормально ctrl-z вот так и оставим так 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 что еще можно заменить вот так же можно заменить ноги можно заменить вот управляющие кости вот эти вот на куб давайте поставим кубы кубы слишком большие мы их немножко уменьшим вот так вот так вот теперь мы выбираем куб g вот можем управлять рукой меняем ноги так здесь поставим наверно тоже фиджер и наверное чуть чуть побольше сделаем их вот так следующие кости будут у нас вот эти тоже на фиджер поставим тоже чуть-чуть их до колена опустим ничего так прикольно управляющие кости меняем для ног это будет у нас уже кубы опять уменьшаем размер есть ну и теперь вот эти косточки тоже заменим на фиджер наверно и увеличим их размер так раз и этим тоже на фиджер проверяем как это все работает отмечу я пока отключу значит ну вот все сгибается нога работает все хорошо что делает куб поднимает у нас ногу ctrl z это все хорошо все прикольно так вот пальцы я не буду на менять потому что я хочу их хорошо видеть каждую фалангу вот такая вот прошла настройка так вот эти еще можно так что с ними сделать ну давайте поставим им как food что это такое не есть хорошо в принципе нормально так только нужно а ну-ка если сейчас симметрию поставить что у меня симметрия не работает так control z выбираем по отдельности наверно одну косточку крит следующую кость выбираем тоже крит но она выше находится в моей сейчас немножко так она только вверх-вниз уходит это она перекручивается так не есть хорошо control z control z выберем что-нибудь и такая так что у нас есть кубы но давайте кубы поставим поставим тоже не есть хорошо тогда на сферы где у нас тут сфера вот так делаем ее побольше так ну двигаться она не двигается а двигается вот повыше поставим ее и этой косточке тоже крит все она стала на то же место ну и хорошо и великолепно вот такой персонаж вот с такой настойкой костей теперь нужно поставить им цвет костям выбираем значит эту сторону так давайте вот inverse kinematic выберем заходим настройку костей находим вон групп добавляем группу и выбираем цвет это будет у нас желтый потому что inverse kinematic желтый жмем и сижим вот теперь у нас эти кости желтые эти кости у нас должны быть зеленые давайте еще одну группу добавим выберем зеленый цвет потемнее и сижим как меняем это слишком темно на чуть-чуть посветлее ну вот зеленый цвет уже костям так а вот эти у нас будут красные все так где тут сфера еще одна чтобы их было видно потому что в основном ими было работать выбираем еще одну группу добавляем цвет теперь красный и сижим все нормально все хорошо мы этим ногам вот этим ногам тоже выберем можно поставить группу которая уже существует вот тоже вот это или просто еще добавить одну группу ну допустим вот тоже желтый так а у я еще вот эти кости не заменил это значит м выбираем здесь пускай тоже будет сферы и добавим сразу тоже группу так группа будет у нас какую уж выбрать так 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 ну чтобы было видно куда они уходят пусть тоже будет красная так вот эти кости в принципе не работают при анимации носу смысл им крутиться они будут с помощью вот этих вот управляющих костей направляющих точнее ну давайте им поставим какой нибудь цвет так как так вот такой что ли как поменялся цвет у одной кости почему-то нет все нормально ну в принципе все можно вот эти ключицам поставить какие-нибудь цвета давать им плюс вот дефолт розовый цвет так ну и зубам тоже вот и поставим так ориентировочно вот эти кости вот эти кости тоже поставим так 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 что это такое нет это нам не надо фур твит это слишком ну это ноги вот можно было ноги поставить для управления вот этим ступнями давайте попробуем кубы заменить на вот этот фур так вот здесь уже не есть хорошо здесь как-то они не очень стали да не хорошо получилось лучше оставим кубы так а на верхней тогда у нас кости так какие тут control z control z вот они вот этим костям поставим какую нибудь ну давайте опять сферы крит вот пускай будут сферы назначим им какую нибудь группу ну пусть будет желтая вот такая настройка персонажа так единицы на нампаде ну в принципе хороший вид нет тут другой вопрос будет ли кому удобно именно работать вот в таком виде внешнем ну давайте я сохраню вот этого персонажа файл save us напишу настройка баскетболист вид вид кости enter все сохраняем так рассмотрим еще один вариант этот вариант спасибо моему другу за то что рассказал что есть такой аддон я сначала скептически отнесся потому что ну все настройки в большинстве сложные по аддонам ну как для меня в какой-то мере неудобные а тут тут попробовал давайте посмотрим чтобы вы понимали о чем я говорю значит новый general delete единицы на нампаде отключаем камеру цвет импортирую сюда персонажа из миксама fbx download экспорт вот этот базовая поза вот у нас есть персонаж вот такой и вот такой у него вик сейчас покажу вам viaport display in front вот такой у него рек вот такая штука да теперь что делаем вот сразу когда вы загружаете в миксама модель она стоит первоначально вот в такой позе и нужно это все дело сохранить вот вот эту модель так теперь нужно что заходим viaport display in front вот такой вот внешний вид рига ну и попробуем изменить его находим миксама аддон устанавливаем как установить это значит заходите в edit в преференции находите install в аддонах находите где находится этот аддон нажимаете на него импорт и все аддон установлен потом вам нужно просто поставить галочку напротив аддона который появится так где он тут вот анимацию миксама риг вот вы на него ставите галочку и он у вас появляется в этой панели ну а здесь выбираем значит риг в object mode и жмем create control rig вот тут inverse kinematic inverse kinematic legs apple анимация так ладно опа и вот такой вот внешний вид персонажа заходим теперь в post mode n панель вы видите что тут все поднастроено вот такие здесь контроллеры вот это у нас куб управляющая кость следом смотрите что происходит даже установлена мягкая стопа r так g вот она не настолько мягкая как в другом аддоне о котором я показывал значит выложу в описании ну настолько мне понравилось я сначала скептически повторюсь к этому делу отнесся думаю ну будут настройки неудобные ну в принципе все настройки как и у меня на моем на моих ригах единственно что вот можно кости рук пальцев на риге у меня на моем риге можно вот заменить окажутся на вот эти вот цирклы так что а хотел еще показать как это все пишется анимация да удаляем и фреймы и анимация пишется вот таким вот образом когда мы поднимаем ногу увидите что нога прописывается на десятом кадре и она уже не прописано так это значит английская а делитки и фреймы они тут по моему были уже так это остается в такой позе возвращаем ногу на место выбираем этот куб ставим его ставим на первый кадр а и вы видите что просто вы нажимаете клавишу и у вас прописывается аддон пардонки не аддона анимация заговорился не надо взять допустим скайл у него такого нету если мы жмем с ногу увеличим жмем и вы видите что все анимация прописалась таким образом опять с нажимаем уменьшаем ногу здесь можно конечно запутаться и жмем и и что получается так это значит а и тут скайл не работает вот окажется да так окажется если нам нужно увеличить допустим тело при прыжке вот я делаю с и прописка прошла а скайла нет вот с этим делом надо тоже разобраться это будет не и есть хорошо такая штука так ставим в первоначальную позу это alt g alt r все если мы сбились допустим с анимации делит кейфрейм alt g alt r вот такая поза оказывается до конца а если alt s вот alt s восстанавливает ну а теперь можно просто удалить ну вот этого персонажа вот этого и подставить допустим персонаж уже с открытым ртом добавить тут кстати тут можно добавлять кости давайте проверим edit mode допустим е вытаскиваем косточку на челюсть alt p clear parent так теперь shift левая рука мыши control p set так как перепрописывать его а ну ка c control p улыб автоматик выйдет а ну ка не разорвет его представляете нет не разорвало так а вот будет работать заходим теперь значит пост пост р так он работает как голова значит еще одну косточку сюда ну в принципе все работает так он стал как головная кость и это голова так так ну если добавить еще одну кость а ну ка edit mode save d дублируем r g подставляем допустим это вот у нас так а ну ка привязано все привязано это у нас серепушка заходим в object mode опять надо наверное это все переписать control p with automatic with заходим теперь в post mode выбираем только кости ну и смотрим как будет работать вот эти косточки вот вы видите что рот уже открывается все нормально все зашибись вот такая штука от миксама вообще все удобно теперь можно просто как можно просто вот этот рик подставлять к любому персонажу чуть-чуть корректировать допустим местонахождение костей так а вот это вот штука вот локоть это мне не интересно а ну ка получится если перенастроить кстати тут вот этих костей я не вижу они уже наверно настроена ну ка если кисть будем крутить вот видите не настроена идет вот такая перекрутка нужно вначале на эти кости поставить копию location и перенастроить под себя как я уже показывал в прошлых роликах ну такая информация вот такой рик аддон миксама качайте устанавливайте пробуйте все всем пока до свидания нет 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 вот вот вот